В истории человечества случалось много кровопролитных войн, трагедию которых еще предстоит осмыслить не одному поколению людей. В центре картин простые люди, изумляющие своей стойкостью, бескомпромиссностью и способностью к самоотверженности. Представляю вашему вниманию подборку военных сериалов, в которую вошли лучшие телепроекты, рассказывающие о военном времени и судьбах людей, которым довелось пережить ужас войны. Спецназ Сериал рассказывает об элите военно-морских сил США. Спецназ – это особое подразделение, подготовленное по специальной программе для проведения сложных операций с применением определенной тактики. Это хорошо обученные подразделения, которых готовят по собственной программе, после чего они умело используют свои знания в самых опасных и ответственных операциях. Это сила, которая создана для борьбы с террористами и другими видами преступной деятельности. Они относятся к различным ведомственным отраслям, где у каждого подразделения стоит своя задача. 6. Сериал рассказывает о проводимых военных операциях и повседневной жизни отряда, являющейся частью боевой морской особой группы быстрого развертывания, более известной как 6-й отряд, которые ведут борьбу с террористами в Афганистане. Именно эти люди проводят операции, причем не только на территории США, но и в других странах. Бойцы специального подразделения «Матерые ветераны», они участвовали ранее и в других не менее важных военных операциях, среди которых была даже миссия по устранению Бен Ладена. Сериал подойдет абсолютно для любого любителя военной тематики и может заинтересовать своим посылом, призванным уважать тех, кто несет постоянную вахту на страже своей страны. Долгая дорога домой Сериал рассказывает о событиях войны в Ираке, что произошли в апреле 2004 года, когда американские войска попали в засаду в пригороде Багдада, потеряв восьмерых человек. Мы увидим историю небольшого военного взвода, что базируется в скромном городке Садры. Это невероятная картина, что вобрала в себя большое количество ситуаций, что произошли во время военной операции в день, которую многие знают как «Черное воскресенье». Армия США оказалась не приспособлена к ведению боевых действий в таких условиях, что привело к непоправимым стратегическим ошибкам, которые тщательно замазывались политиками и генералами. Данную ленту не хочется назвать сериалом в классическом понимании. Это 13 связанных между собой историй, которые показывают зрителю судьбу простых солдат отделения пехоты армии США, а также судьбы их родных и близких на гражданке. Оказавшись на войне и осознав реальность происходящего, они переоценивают ценности и иначе смотрят на свою жизнь. Их последней надеждой остаются родные и близкие, которых, как считали новобранцы, они пошли защищать. Мирная жизнь в США удачно вплетена в сюжет и лучше раскрывают личную драму каждого из героев и несостоятельность американской политики в целом. Отряд антитеррор В центре сериала тайное командование спецназа, защищающая родину и другие государства, рискуя своими жизнями. Они не ждут благодарности, исчезая так же незаметно, как и появились. Они спешат на спасение в самые далекие точки мира, будь то африканская пустыня или беспросветные джунгли Индии. В процессе сражений герои становятся близки и дружны, учатся доверять друг другу в опасных ситуациях, когда их жизнь висит на волоске. Фильм также повествует о жизни сильных духом женщин, борющихся за тепло домашнего очага, будучи в постоянной разлуке с любимыми мужьями. Их любовь и верность помогают бойцам достойно выполнять свой долг. Пение птиц Сериал снят по роману британского писателя Себастьяна Чарльза Фолкса, написанному в 93-м году. В нем рассказывается о жизни Стивена Рейсфорда, до и во время Первой мировой войны. Пока английские солдаты сражаются в ужасных траншеях Северной Франции, его преследуют воспоминания о запретной любви к француженке. Пение птиц является частью трилогии, которая включает также романы Шарлотта Грей и Девочка и Золотой Лев. Если вы любите неторопливые повествования, красивые истории любви, разворачивающиеся на фоне войны, то фильм вам определенно понравится. Конец парада Сериал рассказывает о треугольнике любви между аристократом Кристофером, его женой Сильвией и суфражисткой Валентиной. Еще одна сюжетная линия – время Первой мировой войны, которая оказала сильное влияние на Англию и ее жителей, что показывается на примере Кристофера. Вынужденный бросить привычную жизнь, пусть даже со своими сложностями он оказывается в ситуации, которую переживет не каждый, что заставляет его по-новому посмотреть на прежнюю жизнь и расставить другие приоритеты. Сериал дополнен атмосферой Англии 20 века, ее тайнами, обычаями, нравами и стереотипами. Потрясающие костюмы и музыкальное сопровождение делают сериал особенно притягательным. Поколение убийц Сериал повествует о первых днях Иракской войны, вторжении США в Ирак в марте 2003 года. В основе сюжета вторжения 1-го разведывательного батальона корпуса морской пехоты США. Первый экспедиционный корпус вошел в Ирак со стороны Кувейта и пробирался к Багдаду через центр страны, непосредственно по Междуречью. По ходу вторжения морпехам приходится иметь дело с нехваткой продовольствия и боеприпасов, отсутствием четкой стратегии и ясной тактики введения боя и прочими неприятными ситуациями. Фильм характерен тем, что показывает не профессиональных солдат, а простых и разных людей, которые преодолевают возможную смерть и явные ошибки командования. Тихий океан Основанный на реальных событиях, американский мини-сериал посвящен событиям Второй мировой войны, происходившим на Тихоокеанском театре боевых действий. В основу ленты легли мемуары, написанные тремя пехотинцами, которые на собственной шкуре прочувствовали всю прелесть войны с японцами. Сюжет описывает ключевые битвы, которые вошли в историю глазами обычных солдат и их близких. Многие представляют себе войну по-разному, но не все понимают, что от реальности эти представления далеки. Военные действия и быт солдат показаны с большой достоверностью. Тихий океан – это фильм о доблести, о влиянии войны на характер и судьбы всех, кто участвовал в ней. Братья по оружию. Сериал рассказывает о военной компании роты Изи, 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая началась в тренировочном лагере в штате Джорджия, высадилась в Нормандии, провела боевую операцию в Германии и Голландии, сражалась за бельгийский город Бастонь и до самого триумфального окончания Второй мировой войны была на передовой. В высадке участвовали тысячи десантников, но рассказ сосредоточен на отдельной роте, взаимоотношениях между людьми, маленьких личных историях каждого, рассказанных с юмором и по-человечески, что только усиливает боль за этих людей, когда они спускаются в самый ад войны. «Братья по оружию» – это фильм о войне без пафоса, без исторических фальсификаций и преувеличений. Все максимально приближено к реальности, насколько это вообще допустимо. Великолепная игра актеров, реалистичные спецэффекты и звук гарантируют стопроцентный эффект присутствия. Советую этот сериал всем, кто хочет увидеть настоящую войну без купюр. В заключении хочу добавить, если вы уже посмотрели какой-либо сериал из данного топа, то обязательно оставьте свой комментарий под видео, какой из сериалов вы считаете достойным первого места. Всем удачи, пока!